всем большой большой привет сегодня у нас 28 марта 2019 год и сегодня видео продолжение мои впечатления об америке о сша я буду подсматривать уже пишу сценарий кто-то меня сильно критиковал скучные видения интересно смотреть пишу ребята сценарий и постараюсь более емко и кратко говорить хотя знаете тема впечатление об америке бесконечная тема и буду рада если вы откроете свою дискуссию под этим видео но предупреждаю пожалуйста никого не оскорбляйте не хамите то есть такие комментарии конечно будут удалены но все прилично оформленные написанные комментарии я сохраню и так вот мои наблюдения да вы наверняка многие видели в кино американцы когда встречаются они обнимаются так вот это правда для меня это было удивление но вы знаете это очень приятно это очень приятно когда вас так встречают мы вот встречаемся с нашей семьей все подходят меня обнимают когда мы идем играть в бридж наш клуб да и тоже люди подходят здороваются обязательно обнимают вот это приятно это действительно как в кино так что мне нравится в америке люди люди знаете воспринимают других людей такими какие они есть никто здесь не будет вас критиковать если вы одеты как-то очень просто да если вы там я не знаю не помыли волосы сегодня если вы не накрашены если вы не носите какие-то бред брендовые вещи да если вы ездите на старом автомобиле если у вас лишний вес если у вас там я не знаю если вы там плохо говорите по-английски никто вас не будет критиковать здесь вас принимают таким какой вы есть и мне это очень нравится и в россии я помню приходишь на работу и вот эти женщины женский коллектив да и мужчины такие же начинается перемывание костей здесь это не принято и мне это нравится но с другой стороны знаете у любой медали есть две стороны когда вас конечно не критикует никто человек расслабляется и вот проблемы с лишним весом конечно существует в америке но в моем окружении нет людей с лишним весом здесь наверное еще зависит от я даже не знаю как сказать от уровня образования или просто от развития умственного развития человека то есть есть люди которые следят за своим питанием за здоровым образом жизни делают физические упражнения какая-то активность у них физическая есть а есть люди которые просто вот ничего этого не делают но о минусах о минусах мы поговорим в каком-то другом видео сегодня мы с вами обсуждаем какие положительные моменты мне нравятся в америке мнение мое сразу предупреждаю очень субъективное это мое личное мнение мой личный взгляд он может не совпадать с вашим я не отрицаю этого люди в америке более вежливые и вы знаете здесь более безопасно когда вы улыбаетесь когда вы не хамите не смотрите с ног до головы оценивающим взглядом потому что если не понравится кому-то как вы посмотрели на человека как вы сказали ответили в грубой форме вы просто можете получить пулю в лоб оружие никто не отменял и здесь у людей есть оружие поэтому мне кажется вот этот момент тоже как-то он отражается знаете на вежливости людей еще такой вот момент я уже об этом говорила да когда на стоянке автомобиле к вам подходит какой-нибудь человек и просит мелочь лучше дать был такой случай муж мой рассказывал по моему это было в нью-йорке тоже по моему это было на стоянке но это было уже давно и рассказывал он давно то есть вот тоже какой-то парень подошел попросить мелочь у какого-то мужчины и мужчина сказал что у него нет мелочи парень вытащил пистолет и застрелил так что знаете безопаснее мелочь это там копейки буквально и причем ну дайте вы там доллар дайте вы там вот эту железную мелочь она никому здесь не нужна очень люди не любят когда им дают сдачу этой железной мелочи ну отдайте вы эту железную мелочь вот у меня у мужа всегда в карманах какие-то металлические монетки всегда есть и все равно вы знаете мы когда например из Костка выезжаем в Бейкерсфилд всегда какой-нибудь человек сидит на выезде на въезде выезде да и у него там какой-то плакат написан но вижу видно что там проблемы с алкоголем с наркотиками он какой-то грязный неопрятный очень трудный жизненный момент у него он просит деньги мой муж всегда останавливается дает там один два доллара это очень маленькая сумма в Америке услуги оказываются на высочайшем уровне вот что такое рыночные отношения свободный рынок я имею ввиду рестораны я имею ввиду магазины как только вы зашли в любой магазин подходит продавец продавцы знаете не так как вот раньше помню в СССР стоят продавцы где-то там кучкуются тебя так оценивают с ног до головы и все они сильно заняты разговорами никто к тебе не подойдет так вот здесь каждый продавец в магазине проходя мимо обязательно спросит как я могу вам помочь все ли вы нашли что вы ищете вот и вы знаете себя как-то чувствуешь очень значимым человеком в магазине ну как король знаете ты пришел с деньгами и бегают вокруг вот суетятся люди которые хотят тебе услужить потому что от этого зависит их зарплата рестораны то же самое обязательно когда вам принесли еду обязательно подойдет официант через какое-то время и спросит нравится ли вам ваша еда может быть вы хотите что-то еще заказать вот всегда так происходит следующий момент мне очень нравится как в Америке работает почта мы отправляли отсюда срочной быстрой почтой в Россию документы доверенность я оформляла здесь и мне нужно было моему адвокату в России ее отправить и я хочу вам сказать первый раз когда мы отправили первый раз доверенность была оформлена так как написано на сайте посольство России в США и эту доверенность у нас не приняли в России потому что есть маленькие такие нюансы о которых не говорится на сайте посольства но эти нюансы настолько важны вот если вы мне кто-то хотя бы один человек спросит внизу кого-то это интересует и для кого-то это важно я обязательно сделаю коротенькое видео как правильно оформить доверенность если вы находитесь в США но для России так вот мы отправляли срочной почтой вот и когда здесь то письмо срочно ушло все здесь было четко но по территории России значит оно прибыло там в Москву из Москвы оно прибыло в Санкт-Петербург тоже еще без проблем а вот из Санкт-Петербурга в мой маленький городок это письмо шло неделю по-моему из США до Санкт-Петербурга там дня три по-моему всего ушло и неделю из Санкт-Петербурга письмо доставляли ко мне домой и а мы заплатили за срочную доставку стоила тогда это срочная доставка сто двадцать семь долларов и мой муж написал в компании что письмо не доставлено вовремя так нам почта компенсировала всю эту доставку вот мне очень нравится как работает почта проблема была в том что сотрудники в России хоть они получают зарплату вот этой международной компании почтовой ну вот они как-то там знаете расслабились сильно и посчитали что они могут поступать по-другому я думаю что с ними компания тоже разберется мне нравится что кредит или ипотеку в США вы можете взять под очень низкие проценты три четыре не больше пяти процентов годовых это очень очень низкая ставка поэтому поэтому если вы имеете средний доход в Америке то есть если у вас есть какая-то профессия да вы без проблем можете взять ипотеку и купить дом поэтому все средние американцы нормальные они все покупают себе жилье покупают дома причем что еще вот меня например поразило мой муж еще тогда когда мне рассказывал мы только познакомились значит у него в семье пять детей было то есть он был старший и еще четыре сестры у каждого ребенка была своя комната и это здесь принято дома когда вы смотрите стоимость может быть домов кто-то интересуется вообще здесь дома рассматриваются по количеству спален когда идет вот описание дома в доме всегда есть зона столовая есть кухня есть зал туалеты могут быть один два три и может быть даже и больше и пошли спальни так вот дома оценивается по количеству спален и вот в россии да мы всегда сколько комнат в квартире имеется ввиду общее количество комнат в америке только спальни 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 вот тоже самое про дома продолжу аренда очень многие американцы арендуют дом причем они некоторые покупают дома некоторые арендуют и вот как у нас здесь соседний дом это дом тоже принадлежит моему мужу арендная оплата за этот дом 1400 долларов в месяц это как бы грязными получается но люди работают им надо час или полтора часа добираться до работы но зато все равно понимаете они предпочитают жить здесь и многие многие американцы находят себе жилье до которого вот как час полтора нужно ехать то есть на вот этих дорогах на дорогах шикарных дорогах в Америке то есть это небольшое расстояние считается и вот когда русские люди приезжают в Америку они конечно стараются найти себе жилье поближе к работе но получается бывает что очень дорого так вот можно найти и подальше и подешевле бензин здесь стоит не очень дорого вот сразу переходим к бензину 1 галлон американский будем брать из расчета 3,8 литра 1 галлон бензина в магазине Костка стоит где-то 3 доллара 10 центов если мы все это переведем на рубли то получается 1 литр бензина примерно 55 рублей я имею ввиду самого высокого качества бензин вот моя машина там 93 только бензин это самое высокое качество это соответствует 98 бензину в России вот такая на него цена уж сколько стоит в России вы наверняка знаете в Америке в Америке если у вас есть профессия профессии здесь хорошо оплачиваются вот на примере компании скажем моего мужа зарплата зарплата скажем средняя средняя зарплата в Калифорнии это 4 тысячи 5 тысяч долларов в месяц но в Америке мне принято считать не месячную зарплату указывать везде и говорят обычно люди так а годовая зарплата так вот электромонтер в компании моего мужа при полной загрузке это 8 часов в день работы суббота воскресенье выходной он получает зарплату где-то 80-90 тысяч долларов в год если это инженер электрик зарплата идет 90-110 тысяч долларов в год менеджер в банке топ-менеджер в банке вот это наш зять муж дочери моего мужа у него зарплата где-то 220 тысяч долларов в год дочь моего мужа работает бизнес-менеджером в компании ее зарплата где-то 160 тысяч долларов в год профессия медсестра средняя зарплата медсестры 70 тысяч долларов в год уже нормальной считается зарплата 45 тысяч долларов в год это уже как бы можно жить на эту зарплату очень уважаемые такие хорошо оплачиваемые профессии полицейские пожарные риэлтор всегда имеет зарплату сколько он знаете набегает у него идут проценты от сделки поэтому они заинтересованы чтобы сделка состоялась в ресторанах бармен и официант это почасовая оплата идет самая низкая ставка но эти люди имеют чаевые и чаевые идут 10 процентов 15 процентов 20 процентов чаще всего люди оставляют 20 процентов чаевых поэтому если вот я даже примерно прикинула еще знаете зависит от того где находится ресторан какая проходимость но вот у нас городок такой вот такой чипи небольшой 30 35 тысяч жителей включая все поселки в округе вот потому что мы живем в поселке но когда мы пишем наш адрес мы не указываем название нашего поселка мы пишем название нашего города так вот у нас больше 20 ресторанов и кафе вот и вот примерно смотрите когда приходит например пара да вот как мы я с мужем зависит тоже от стоимости ресторана если мы вот здесь у нас в местном в поселке в ресторане сходим поужинать ну это будет 60 долларов на двоих если мы поедем в город там можно например мексиканский ресторан зайти покушать итальянский ресторан еще там любые любые рестораны это может обойтись всего в 30 долларов и часто люди ходят в рестораны в Америке и ходят с семьями то есть с детьми ходят и вот я примерно посчитала 4 часа работы и вот примерно проходимость даже если за эти 4 часа в ресторане там 50 человек один официант допустим обслужил за 4-5 часов вечером ну не знаю сколько он там работает то посчитав вот это все он имеет чаевые 100 долларов и больше плюс по часовая ставка то есть довольно прилично получается поэтому конечно все студенты стараются летом работать в ресторанах и их нанимают но вот мне еще что нравится в Америке вот это отсутствие понтов знаете если он официант то он все равно будет уважительно относиться к тому кто только что пришел и на работу в ресторан и первая его работа связана с уборкой столов может быть с мытьем посуды потому что чтобы стать официантом тебя сначала возьмут на самую низкую должность потом тебя повысят когда освободится место и когда посмотрят на тебя какой ты работник как ответственно ты относишься к своей работе поэтому став официантом эти люди уважительно относятся к тем кто по статусу в ресторане находится ниже никакого такого знаете пренебрежения к этим людям нет и мне это очень нравится в Америке я уже об этом говорила нет профессии экономист есть экономическое образование вот как у моего мужа он закончил университет короче говоря в Лос-Анджелесске Лос-Анджелесский университет он огромный этот университет вот он закончил и он получил экономическое образование родители его были против потому что это образование не дает профессии нет профессии экономист ты выходишь у тебя есть знания экономические но у тебя абсолютно нет профессии и куда тебе податься это очень и очень сложно вот дальше все американцы ездят на машинах но уже вижу такое очень длинное видео получается давайте мы в следующем видео продолжим начнем с автомобилей и продолжим мои впечатления спасибо огромное всем за просмотр